Первый день голосования на выборах президента России. На Западе утверждают, что выборы у нас не свободные, но сами не прислали своих наблюдателей. Признают ли они вообще в принципе результаты наших выборов и насколько нам это важно? Вот они не признают выборы только в этих регионах или они не признают выборы вообще в принципе? И насколько нам это действительно важно? Признают они выборы или не признают? Нам совершенно все равно. Посмотрите на уровень, на масштаб конкуренции. Это просто ноздра в ноздрю в Америке. А сейчас, понимаете, это 50%. Ну конечно, не только в Америке несколько, но несколько смеются над, скажем так, над набором конкурентов. Потому что это фальшивые конкуренты, это все понимают. Это потрясающе. Какая разница, кто против Путина? По поводу выборов в Америке ноздря в ноздрю. Почему это при этом называется выборами? И нам этим тычет лицо, что вот видите, у вас заранее понятно, что Путин, а у нас до конца не понятно. У вас заранее понятно, что республиканец или демократ, точка. Они разные. Сравдывать Байдена с Трампом, но это смешно. Они разные, Майкл, с точки зрения некоторых деталей внутренней политики. Они совершенно одинаковые с точки зрения внешнего мира. Это все мелочи, которыми вам затуманивают взор и вас оглушают, что посмотрите, какие они разные. Когда ты смотришь на это со стороны, лицом к лицу лица не увидать, Майкл. Большое видится на расстоянии. Так вот, на расстоянии видно, что они одинаковые. Давайте реплик. Но одна маленькая деталь, как Маргарита говорит, по поводу Украины. Байден хочет увеличивать финансирование Украины, а Трамп хочет перекрыть финансирование. Это что, это маленькая деталь? Ну смотрите, на протяжении всех этих последних дней атаковали наши новые регионы. Атаковали попытки прорыва даже были. На наши старые территории. А еще твой пост, вот я хочу всем показать. Это как раз вот, когда они начали атаки, вот этот вот корпус. Четкий. Да, каких-то там, я не знаю, недобитков предателей. Да, смотрю. Хочу поклониться нашим спецслужбам, армии и всем причастным. Кто сегодня сорвал серьезнейшую попытку прорыва боевиков в тяжелой технике в губь России, спасибо, братья. Я и сейчас вот от всей души вот перед камерами просто кланяю всем, потому что это трое суток продолжается. Причем надо отдать должное нашему министерству обороны. Вы обратили внимание, как быстро появились видеокадры? Обычно же мы вот все время, как говорится, в их адрес кидали там вот эти вот камни, да, в их огород, что они затягивают, что те перехватывают вот эту информационную повестку. Ну, слушайте, вообще, к сожалению, в мире цена человеческой жизни чрезвычайно низка. Чрезвычайно низка. Николай Игоревич, но тем не менее, вы же слышали, да, наверное, что кроме Папы Римского... Ну, китайской инициативной переговоры... А что нам, я прошу прощения, кто нам такой, извините уж, пожалуйста, Папы Римский? Нет, ну, Николай говорит, только Папа Римский говорит о переговорах. Конечно. Ну, кроме Папы Римского... Да, мы признали его выбор. Он лидер... Один из верующих католиков, президент Вайден, да. У нас страна православная, Соединенные Штаты Америки страна протестантская, как вы знаете. В Великобритании страна протестантская. В вопросах войны и мира, христиане к одному источнику преподают. Да, к Папе Римскому. Вы преподаете к Папе Римскому? Нет, да, Папе Римскому. А какое отношение Папа Римский имеет к Библии? Когда появился первый Папа, Библия уже была написана. Конечно, когда не льется кровь, это гораздо лучше, чем когда льется кровь. Вообще, вы знаете, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Теперь конкретнее. Есть популизм, который может себе позволить Папа Римский, но которого не могут себе позволить лидеры государств, оперирующие конкретными понятиями, решениями, их последствиями. Что значит прекращение огня? Что это значит? Технически. Сейчас прекращается огонь. Дальше. Те территории, которые сейчас уже принадлежат нам, то есть та линия, на которой прекратился огонь, она... Не надо сейчас дальше. Секундочку. Что значит не надо дальше? Если не надо дальше, тогда это все популизм. Понимаете? Это просто риторика, я договорю, Николай. Это риторика для высоких трибун, но это не рабочая история. Это единственный вопрос, который надо решить. Понимаете? А дальше уже будет второй вопрос. И он решает. Согласны мы с этим или нет? Достаточно нам этим и территории или нет? Спойлер, нет. Потому что мы не освободили еще до конца даже ДНР и ЛНР. Не говоря уже о Херсоне, которая столица, принадлежащая нам области, Херсонской и прочее. Вот сейчас увидите настроение людей. Давайте результаты опроса. Вопросы формулировали следующим образом. Какими должны быть гарантии нашей безопасности, чтобы мы согласились на переговоры? Президент же говорит про гарантии безопасности. Слушай, значит смотрите, 1% это письменные обязательства не принимать Украину в НАТО. Ну вот 1% людей у нас все-таки, они романтики, да, утописты, они верят в то, что вот Украина подпишет бумажечку и она будет, собственно, соблюдать. 2% отстранение от власти Зеленской у подельников. 4% вывод с территории Украины всего западного оружия. Мы про это говорили, да, сейчас, Сергей Борисович? Да. И вот 93% все вместе взятое. Это то, о чем говорил я. Вот и все. Я думаю, что эти 93% еще имели в виду многое другое. Ну, просто да, вот из тех опций. Да, вот из тех опций, что были. Например, закрепление статуса тех территорий, где люди предпочитают жить с Россией, за Россией, на веки вечные. И я имею в виду не только те территории, которые уже сейчас по Конституции являются частью Российской Федерации. Я имею в виду гораздо больше. Что, я думаю, имели в виду 93%? 94%. Второе. Проведение трибунала, суда над всеми военными преступниками на Украине. Что значит отстранение от власти? Зеленская его подельникам. Он и так рано или поздно уйдет. И подельники уедут жить во Флориду, куда-нибудь на Кейп-Кот или в Калифорнию куда-нибудь. До конца дней будут там загорать, прекрасно себя чувствовать. Нет. Все, кто вот это вот все придумал и осуществил, должны сидеть в тюрьме. Если есть где-то в этих регионах смертная казнь, значит должны быть казнены. Отстранение от власти, я уже говорила, чтобы они загорали там. Лобстер фелик, как недавно умерший товарищ. Нет, этого мало, категорически мало. Президент в который раз? Я, например, уже не помню, чтобы так часто наш президент когда-то раньше напоминал про ядерное оружие. Мы должны четко заявить всему миру, папе римскому, черту лысому, я не знаю кому еще, что если эти интервенты появятся на нашей территории, ответ будет в соответствии с нашей ядерной докторией. Заявили. 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 Поэтому ждем. Что будет, как говорится, посмотрим. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Отлично сказал, но хочу уточнить, Рит, а как ты считаешь, как закончится этот самый бал вампиров? Бал вампиров закончится нашей безоговорочной победой. Безоговорочной. Нет в этом никаких сомнений. Продолжение следует.